Я вообще люблю приврать. Уже и сама забыла, что в моей биографии правда, а что придумано ради красного словца. В этой шутливой фразе, принадлежавшей Рине Зелёной, отразился не только её озорной характер, но и ироничное отношение к жизни, которую она прожила счастливо. У меня начинается разрыв сердца. В любой роли ты не можешь оторвать от неё глаз. В ней была волшебная сила, которая притягивала с первой секунды её появления на экране. Почтение и восторг вызывали работы Рины Зелёной. О её шутках и выходках ходили легенды. Вот в ней такая энергетика заложена, жизнелюбие. Бесстрашная, авантюрная, смешная на экране и печальная в жизни. И под этой весёлой маской что-то такое серьёзное таилось всё-таки. Мы собираем худсовет, чтобы попытаться понять тайну обаяния Рины Зелёной и выбрать её лучшую роль. Сегодня в состав худсовета входят народный артист России Сергей Безруков, народный артист КРСФСР Ирина Мирошниченко, актёр Вениамин Смехов, народный артист России Дмитрий Харатьян, критик, историк кино Александр Шпагин. На этом заседании худсовет обсудит пять знаменитых киноролей Рины Зелёной и выберет одну, которая, по его мнению, является абсолютным шедевром. У нас, в стране, мы все равны, и нам не нужно объяснять, что муж, как верный друг жены, во всём ей должен помогать. Характер у него был ужасный, но во всём свете нельзя было найти человека, который был бы мне нужнее. И всю жизнь, каждый день я ощущала счастье. Так Самарина Зелёная писала о своём муже, архитекторе Константине Тапурица. У тебя сердце, у тебя нервы. Вот ты уже разволновался. Ну что-то я совсем не волнуюсь. То есть как это не волнуешься, когда знаешь, что я уезжаю? Котэ, как она всегда его называла, одобрял любые её начинания, поддерживал и никогда не ревновал. Это единственный мужчина, который свободно, полностью может обходиться без женщины. Он так раз и стирает, гладит, владеет пылесосом. Хотя окружали Рину самые известные мужчины того времени. Маяковский, значит, Игорь Ильинский, она с ним на коньках каталась. Фигуры всё. В Маяковском на бильярде играла. И иногда выигрывала даже. В богемной Москве она была популярна ещё до успеха в кино. Не только острое, как лезвие, имя врезалась в память, но и странная внешность. Девочка, похожая на мальчика, похожего на девочку, говорили про неё. Знаете, такая есть внешность. Она была некрасивая, но породистая. Рину считали чудачкой. Кроме бильярда она увлекалась греблей в четвёрке, гимнастикой, коньками. Она была, конечно, редкостной личностью. С Сергеем Михалковым подружилась, познакомившись на теннисном корте. Арина была одарена достаточно редким качеством в России, очень хорошим вкусом. К 30 годам она водила знакомство с армией художников, литераторов и театралов всех мастей. А за спиной было неудачное замужество за адвокатом и крошечный эпизод в фильме «Путёвка в жизнь». У близкой подруги Рины Зелёной, писательницы Агнии Барто, была тараторка-домработница. Рина часто в компании изображала говор провинциальной девушки. Но Рина могла так разговаривать, просто в быту. Это было так гомерически смешно. Разговаривая на тему сегодняшнего дня, она говорила это. «О, это я не могу, у меня подмышки потеют». Это передать я не могу, но это было грандиозно. На обсуждение худсовета нашей программы выносится роль Рины Зелёной из комедии 1939 года «Подкидыш». Сценарий этой картины Рина Зелёная написала вместе с Агнией Барто. Это была первая настоящая роль, и сыграла её актриса незадолго до своего 40-летия. Такой поздний дебют был компенсирован грандиозным успехом. После выхода фильма девушки в СССР стали стричься под зелёную, а это было показателем небывалой популярности. Вы понимаете или нет, что я сама не знаю. Меня же не было. Я же только уже пришла. Меня дома не было. Я была, вы знаете, в милиции, была по важному делу. Представляете, сколько времени пришло. Никого нету. Я говорю вам. И имейте в виду, что я уже слышу, что вы говорите. Понимаете? И пожалуйста, спокойно. Вы слышите, какой тон? Вы слышите, как она разговаривает? Этим совершенно сумасшедшим диким акцентом, говором и тоном. Вот такая, совершенно такая, как практически бурмашина, которая постоянно зудит, 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 зудит. Вот для её персонажа является поводом любой человек, который появляется вот в этом пространстве, в этой квартире. Она рассказывает какую-то свою историю, и при этом это абсолютный поток сознания. Как говорят, сейчас гон. Такой гон. Что вот так же вот зашли водички попить, а потом пианино пропало. И вот это вот постоянно хорошенькое мини-дело, хорошенькое дело, хорошенькое дело. Это вообще притчевоязыц их стало. Я помню, когда мы были студентами, мы даже, многие из нас её вот пародировали, копировали. И когда что-то хотели такое рассказать, какую-то историю смешную, весёлую из жизни, всё время говорили, хорошенькое дело, хорошенькое дело. Хорошенькое дело. Кстати, каких она бегудяк, боже, у меня такие попильётки были в спектакле на дне. Горького. Вот на верючке завёрнутые. Очень смешно. Она занимается делом. Вот это ощущение претензий, которые она определяет, что вот она одна, по-моему, работает вообще везде. Она одна работает. И никто больше не работает, кроме неё. Это вот то, чему учили в те счастливые времена, когда слово и жест как одно другое продолжало. И щётка, которая себя ведёт абсолютно синхронно с героиней, да, потрясающе. Такой зелёный мы больше никогда не видели на экране. Одна из первых её ролей показывает нам, насколько она могла бы быть разной. Но не случилось, потому что она ушла в свою постоянную маску, очень классную, очень хорошую, очень выразительную. Но здесь она совершенно иная. Попила воды. Потом хватились, а пианины нету. Успех подкидыша был колоссальным. Рине не давали проходы, окружали на улице, показывали на неё пальцами. Без газеты в метро не спускалась. Сразу, значит, открывала, закрывалась, значит. Но кино не раскрыло ей свои объятия. Рассчитывать на большие роли ей не приходилось. Слишком она была специфичной. Зато на трон королевы эпизода зелёная взошла играючи. И сонилось и мне, что я маркиза, и что виконт в меня влюблён. Для себя она выбрала путь творческой свободы. Театральный прописки Ирина Зелёная не имела с начала 30-х годов. Но когда кино принесло ей популярность, график её выступлений был расписан на месяцы вперёд. Сидеть и ждать, заламывая руки, когда ей позвонит очередной режиссёр, было не в её характере. Ирина была, что не очень часто в актёрской среде, умной. Она кончила золотой медалью в гимназию. Прилично могла поговорить по-французски. Потом по-английски. Она очень много читала. Это было их любимое развлечение с дядькой. На ночь лечь в костель и часов до трёх чего-то там читать. Однако сама Рина точно знала, кто в их семье по-настоящему умён. И никогда не уставала об этом напоминать. Мне энциклопедия не нужна. У меня есть коты, которые всё знают. Он был на жутко ответственной должности. Он был главным архитектором Ленинского района, который включал Кремль и Внуково, да Внуково. Константин Тапуридзе был знаменит не только тем, что женился на известной артистке. По его проектам было построено несколько мостов в Москве и фонтан дружбы народов на ВДНХ. Рина была главной ревнительницей его заслуг и очень гордилась супругом. Интеллигентская Москва относилась к фонтану на выставке с большим презрением. Потому что считалось, что эти 15 баб, которые там к республику относились, так всё. Сегодня это уже шедевр и всё такое. Рина тогда обожала этот фонтан, а мы все говорили, Рина, не обижайтесь, но фонтан барахло. А она, значит, она сердилась, но принимала. Им было весело и спокойно друг с другом. Она говорила, что её профессия – жена архитектора. А он восхищался её умением видеть смешное во всём. А ещё тем, что вне сцены она совсем не была похожа на артисток, какими принято было их представлять. Человек искусства, артистка. Вот я вам хочу сказать, что она... Вот я, конечно, не могу так ручаться насчёт похищения. Но всё-таки она, например, играла Деземо. Её своими руками душил народный артист Удмутской АССР. Вы не должны проживать работу. Многие фразы в фильмах для себя Зелёная придумывала сама. Советская девушка должна смело ходить в том, что мы внедряем. Вот и в картине «Весна», где для неё снова не было роли, Зелёная придумала целую сцену, уговорила Александрова снять её и... Вошла в историю. Пришло время обсудить вторую роль Рины Зелёной. Сейчас члены уважаемого худсовета посмотрят фрагмент комедии Григория Александрова «Весна» 1946 года, в котором Рина Зелёная играет роль гримера киностудии. Ну, губы такие уже не носит. По легенде, в сценарии была прописана роль гримера мужчины. Но в ходе работы Александров её выкинул. Однако, уступив уговорам актрисы, он послал сценарий Рине Зелёной, и та полностью переписала эту сцену, придумав новый образ под себя. «Хорошо. Средняя пухлость. Сексапил номер четыре. Моя любимая весна. Так. А-а-а. Вот сыпочка. Вы посмотрите, какая у неё прическа, во-первых. Как она выглядит сама. Какая у неё сеточка на голове. Это, конечно, хорошее знание социального поведения начальника в ролях руководителя гримерного цеха, допустим, или ещё чего-то. Активное безразличие. Активное безразличие цинизма. Когда на самом деле она её не видит, специально её не замечая и не вглядываясь, потому что профессиональный гример долго вглядывался, смотрел и разглядывал бы в первую очередь. А здесь любой, кто сядет, допустим, на место Любови Орловой, всё равно будет не подходить, потому что только она знает, как выглядят потрясающие учёные. Ещё главное дело, что они хотят меня сейчас отправить в отпуск. Как будто я могу с такими нервами в отпуск ехать. Она опять занята собой. На самом деле ей никто не нужен. Она вообще абсолютно самодостаточный персонаж. Гример, которого хотят отправить в отпуск, она говорит, у меня такие нервы, какой мне отпуск. Хочется, потому что ровно всё наоборот. Казалось бы, но этого человека она должна понимать, что чтобы вылечить нервы, нужно поехать в отпуск. Нет, она говорит, какой отпуск, когда у меня такие нервы. И это, конечно, замечательный эпизод с губами средней припухлости. Сексапил номер 4 – это просто тоже притчевый язык. Вот понимаете, какая штука? Одна из немногих артисток, артисток вообще артистов, у которой после её появления на экране эти крылатые фразы уходят в народ и остаются уже навсегда. Этот нервик, между прочим, тут хочется сразу сказать, он несколько поражает словом «секс», впервые произнесённым в советском кино. Она говорит, сексапил номер 4. Не было такого слова вообще, а оказывается есть. Нет сомнений, что сама выдумала и сама себя срежиссировала. Конечно, можно даже уловить моменты, когда Орлова хочет засмеяться от того, что это... Она предупредила, конечно, её. Я буду с твоим лицом делать всё, что хочу. Ну, ради бога, это же выгодно главной актрисе. Посмотрите, хотя это очень давно, это 46-й год, вот она уже умеет играть, как должны, по идее, и могут играть хорошие артисты сегодня. Какая грубая работа. А мы из вас сделаем настоящую некую. Самарина «Зелёная» вне сцены косметикой почти не пользовалась, да и вообще была равнодушна к разного рода дамским штучкам. Она была удивительной человекой, она ничего не любила. И она ходила, у неё была такая коротенькая курточка до колен, как правило, даже платок на голове. Привычку к практичной одежде она приобрела за долгие годы гастрольных поездок по огромной стране. Наверное, не было такого места на карте СССР, такого красного уголка или цеха, с наспех сколоченными подмостками, где бы не выступала Рина Зелёная. Она же была на Северном полюсе с концертами, понимаете, у полярников. Где-то в каких-то, чуть ли не в тундре, понимаете, на оленях ездила. Потому что ей ещё было это интересно. Не потому что вот посылают, да, а ей было это интересно. За участие в фронтовых концертных бригадах во время Великой Отечественной войны Рину Зелёную наградили Орденом Красной Звезды. Возвращаясь из поездок, она щедро делилась впечатлениями с мужем, хвасталась ему новыми автографами в своём знаменитом дневнике. Вот такусенький альбомчик вот такого размера, где она в основном перед войной. Она просила что-нибудь написать всех, с кем она была знакома. Там и полярники, Папанин, Шершов, там и какие-то вот такие знаменитые люди, там герои Советского Союза. Вот она, вот с этими людьми ей было интересно. Расставаясь перед очередной её поездкой, Катэ наказывал писать ему каждый день по письму. И она с удовольствием это делала. Любовь – это красивая, трепещущая бабочка. И не хватайте её за крылья грязными руками, иначе бабочка околеет. Из каждой поездки Ирина привозила чемоданы подарков всем, кого любила. Удавила вазочкой для одного цветка. Вот кончается у вас букет, да? А вдруг один цветок целенький. Вы его ставите. Это игрушки, которые она привозила из-за границы. Вот японские. Первые подарки были, конечно, детям. Сыновей Катэ она любила, считая, что у неё с мужем всё общее. И его предыдущую жену она называла не иначе, как «наша первая жена». И сумела с той подружиться. Старший сын Константина Роман, уходя на войну, не кому-нибудь о мачехе подписал фотографию на память. Дорогой Ирине, снаружи зелёной, внутри золотой. От сына, идущего на фронт. Едет медведь на слоне. Все разговоры о том, почему у них с Катэ нет собственных детей, она пресекала, считая их вульгарными. Закрытая тема напрочь. И никто не касался. Почему? Своих детей не было никогда, но она сразу детям приходилась. Моему внуку она подарила свою книжку, которую она сделала, написала другу, Орику, там, та-та-та, всё. И он встав, это было ему года четыре, и он, повзрослев, оценил это. Ничего ниоткуда, прямо раз приходят из управдома, говорят, давайте одевайте вашего ребёнка на ёлку. А мама говорит, нет, не дам. Они говорят, что вы, гражданка, что-либо, как будто бы, вы не понимаете, у нас и так все деньги затраченные, ёлка стоит, стоит как дура, а детей нету. Рина придумала собственный жанр – детский хохм. За материалом она вечно охотилась, подкрадываясь к знакомым и незнакомым детям, и вслушиваясь в их лепет. Маленький, нельзя допускать такую перегружку на моём ещё неокрепшем организме. Её детским голосом говорили герои многих любимых мультфильмов. Во-первых, пироженок. В авто... Чё вы? А, это вы и пальцы за меня загибать будете? Ага. Добрую половину своих ролей она сыграла в детских фильмах. Тогда лучше сразу идите к королю. Целый отряд потешных старушек. Что это вы думаете? Ой, кажется, я опаздываю в школу. Настало время обсудить третью роль Рины Зелёной. Для просмотра худсовету предлагается фрагмент фильма 1971 года «Телеграмма». Мир ребёнка. Мир ребёнка – это какой-то особый, красочный мир. В детской картине режиссёра Ролана Быкова по сценарию Семёна Лунгина «Телеграмма» Рина Зелёная исполняет роль детской писательницы на встрече с читателями в библиотеке. Свой монолог Зелёная написала сама. По иронии судьбы из всего фильма, только этот эпизод и остался в памяти зрителей и знатоков кино. Это, конечно, вот эта шапка «Крашеная лиса», что ли, что это такое? В общем-то, я помню просто моду тех лет, я тогда был подростком. 1971 год мне было 11 лет. Я помню, у мамы была такая шапка. В этом смысле она очень, конечно, точно, так сказать, олицетворяет моду того времени, вот её персонаж. И то, что она говорит про детей, а дети под столом ей мешают, и она никак не может понять, что там там уже происходит, что так очень раздражённо реагирует, а потом, когда видишь, что это всё-таки дети, сразу расплывается, так сказать, в этой милой... Что же это, в конце концов, такое? Милым таком отношении к детям. Найден образ бездарной советской писательницы. Самое интересное, что нас, пионеров, в те годы водили на встречи с такими, и вот они чего-то там несли. Это так точно, так выразительно и образно и остро найдено в короткой сцене. А листья были, ну просто, да жути зелёные. Она не похожа ни на кого. Вот в этом её индивидуальность. Она не похожа ни на кого. В этой драной шапке из то ли козла, то ли кота, то ли вообще где-то куплена такая шапка. Понять невозможно, страсть смотреть. Эти совершенно сумасшедшие серьги. Вот. Но всё она смешно. Очень смешная. Да нет, здесь абсолютно такая эпоха 60-х. Это вот ощущение, может быть, конца 60-х. Может быть, она сама по себе пытается походить на Ахмадуллину, на тех самых знаменитых поэтов-шестидесятников. Это, так сказать, из компании Роберта Рождественского. Я не знаю, там, Евтушенко-Вознесенского. То есть она лично их знала. Случайная работа глаз отдельно. Она пускает, и это уже значительность. Интересно посмотреть сам текст. Насколько она из него выскакивает, поскольку она органичнее, чем написанная роль. И опять монолог. Вот, заметьте, она вообще актриса монологов. Она вот практически редко, когда вступает с кем-то в диалог. Наверное, это вот её почерк Рины Зелёной, самодостаточность такая в кадре, когда интересно наблюдать за ней. И в контексте её одной, вот, её самой, и это её самостийности, и вот этого высказывания. Начав сниматься почти в 40 лет, Рина Зелёная избежала болезненного для каждой актрессы перехода на возрастные роли. Переживала она это хоть и достойно, но, конечно, без радости. Если она не очень выглядела или плохо себя чувствовала, она сказала, не смей приезжать. Я говорю, почему? Я не в форме. Луна роняет нежный свет, С меня я день, приходит вечер, А мне всего 17 лет Любовь спешит ко мне навстречу Я приняла от неё, и считаю, что это все могут, все, кому уже за 60, так отвечать. Она говорит, ну да, вот у тебя диабет, и тебе там чего? Никогда не говори, мне нельзя. Потому что ты сразу, нам тебя жалеет, ты обделённая. Говори, спасибо, мне не хочется. Затянулась бурой тиной Гладь старинного пруда Ах, была как бурой тиной Человеческих ролей не дают. Буду играть черепаху. Записала она в своём дневнике. Когда ей прислали текст песни, которую нужно было исполнить в фильме «Приключения Буратино», она его прочла и бросилась звонить автору стихов. Узнаваемый голос всей стране, и мне в том числе сказал, что измените один куплет, вот второй. Старость всё-таки не радость, люди правду говорят, как мне счастье улыбалось 300 лет тому назад. А я ведь старуха, это же просто про меня, будут все меня дразнить. Я говорю, Ирина Васильевна, во-первых, остался один день, во-вторых, я не буду это изменять. Я говорю, потому что всем понравилось, все утвердили. Но она говорит, скажите, вы Карл Маркс или Юрий Энтин? Вы что, капитал написали? Ну, большое дело, нельзя изменить. Но упрямство Юрия Энтина зелёное ответило собственным. И второй куплет записывать отказалась наотрез. Так и каталась под аккомпанемент на лилиях по озеру, не открывая рта. Премьера приключений Буратино вышла за два года до смерти мужа. Им обоим было за 70. И все, кто их знал, удивлялись, что в молодых глазах этих пожилых людей по-прежнему была любовь. Она обожала его абсолютно. Она называла его «Мой ангел». И вообще, это был идеальный брак. Страшно трудно выйти замуж. Вообще, настолько трудно. Я сырьё-то говорю. Кстати, это труднее, чем достать джинсы. Он её, конечно, обожал тоже. Ничего не могу сказать. Были, конечно, примером, как бы, для всех. Весь свой опыт, всё знание жизни Рина Зелёная, как она сама говорила, подшивала к делу. Даже в крошечную роль ей удавалось вместить больше, чем задумывали сами авторы. Сейчас худсовет нашей программы приступит к обсуждению четвёртой роли Рины Зелёной. Это роль редактора молодёжного журнала «Жених и невеста» в комедии Леонида Гайдая «12 стульев». Гаврила был неверным мужем. Гаврила жёнам изменял. Ну, как начало? В общем, хорошо. Но нехорошо. Мы молодёжный журнал. А вы рассказываете о каких-то совершенно антипедагогических, неправдоподобных вещах. Ну, где вы видели, чтобы мужья изменяли жёным. Одета... Потрясающе. Я не знаю, участвовал Рина Зелёной как раз в подборке костюма. Либо это художник старался. Но вот это вращение некой эмансипации, такой абсолютно... Берет, рубашка. Что-то есть в этом. Такое мужское даже. Она действительно женщина. Женщина в штанах. Такая бабушка русской революции. Ну, работает в молодёжной редакции. Потрясающе. Как же она... Как же она не боится себя уродовать. И сейчас горбленная. Маленькая, смешная. При этом она говорит, а где вы, собственно, видели измены в нашей жизни, в реальной? То есть человек вообще, как будто она в детском саду. находится. Что же это вообще не соответствует. А вот это вот хорошо. И это даже как-то острее, когда вот Гаврила был примерным мужем. Гаврила с женами, значит, не изменялась. Значит, жен у него всё-таки было много, и он никому не изменялась. Это такое... Такое, конечно, полное противоречие. Нет. Ну, она здорово это делает, безусловно, она вот такой расхожий тип вот такого, так сказать, номенклатурного редактора. Потом это же наши мужья, это же наши жёны. Это абсолютно нетипично. Правильно. Здесь и Гайдай, и автор сценария Бахнов, который писал экранизацию, это «Двенадцать стульев», выместили свою злобу на всё это госкино, на всех этих редакторов, которые их достали из-за этим очернением действительности и так далее, и так далее. Вот это гораздо лучше. И заметьте, намного острее. В камеру. Так. Настолько точно. Вот этот глаз вдруг в камеру, конечно, проясняет всё предыдущее. Это срепетировано, и, я думаю, даже очень серьёзно, как бывало на эстраде, когда у неё отшлифованные номера до полузвука. Дыхание было отрепетировано, только никто этого не знал. Когда Ирина Зелёная вернулась с похорон мужа домой, то застала поминки, устроенные родственниками. Она сочла это предательством памяти любимого человека, который с презрением относился к мещанским традициям. Актриса прошла в свою комнату, закрылась и не вышла до самого утра. Нет, нет, никогда. Никогда я больше не сдам этой квартиры. Пусть всё остаётся на своих местах. Пусть это будет музей великого человека. Через два года после смерти Катэ Рине Зелёной позвонили с киностудии «Ленфильм». Могла ли она подумать, что в её почтенном возрасте ей снова предстояло пережить взлёт небывалой популярности уже у нового поколения зрителей. А мне ещё на центральном телевидении говорили, ой, слушайте, она такая пожилая, она уже, у неё плохо с памяти, да ничего подобного, у неё яснейшая голова была всегда. Ясность суждений и остроумия Зелёная сохраняла до последних дней. Я определился в выборах. Миссис Хатсон, мы должны вам два с половиной шиллинга за ремонт газового рожка. Полтора, мистер Холмс. Страшно только одно. Господь, наказать захочет, разом отынет. Ну вот, у неё этого не произошло. Новая интересная работа помогла ей справиться с невосполнимой потерей. У неё был сложный костюм, большой парик, и всё. На это уходило очень много времени. Ничего. Она раньше всех появлялась и в костюмерной, и в гримёрной. И она была всегда готова к работе. На площадке Ирина Зелёная преображалась. Съёмочная группа ловила каждое её слово. Всем было понятно, что на расстоянии вытянутой руки находится целая эпоха. Впрочем, саму Ирину Васильевну позабавила бы такая формулировка. И смешливая, и смешная, и немного шутила. Я помню, её ведь на самом деле зовут Екатерина Васильевна. А мою маму зовут Екатерина. Звали Екатерину Васильевну тоже. И как-то я к ней подъехал и говорю, Ирина Васильевна, а если я вас буду так же называть, как мою маму, Екатерина Васильевна? Она насупилась и говорит, нет, тогда уж лучше зовите меня Руина Васильевна. Мой покойный супруг говорил, что это самый подробный атлас Британии. Ирина Зелёная пережила своего любимого мужа на 14 лет. 14 лет полных грусти и счастливых воспоминаний. Итак, последний на сегодня фрагмент обсудит наш уважаемый худсовет. И это действительно последняя роль, которую исполняла Ирина Зелёная в кино на протяжении 7 лет. Роль Миссис Хадсон в телевизионном сериале о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Лондонский почтальон. От вашей почты, джентльмены, меня всякий раз бросает дрожь. То письмо приносят какие-то оборванцы, то оно влетает в окно вместе с камнем, то ваш брат Майкрофт присылает депешу с лакеем таким важным, словно он из Бакингемского дворца. Здесь женщина. Мисс Хадсон, а это женщина. Даже в том самом преклонном возрасте она всё равно женщина. Речь потрясающая. Тем лучше. Каждая буква. Обаяние голоса, именно самого голоса Ирины Зелёной. Но ведь это не сошлось бы с вашими планами, сэр. И она здесь совершенно другая. Совершенно другая интонация. Нет этого говора. Интеллигентнейший голос. И всё равно все свои причуды, приколы она делает. Но она же ничего не играет. Она действительно из Вестминстерского аббатства. Она же дам родила. Но это класс великого притворства. Это то, что дано от природы. Я вообще считаю, что это лучший Мисс Хадсон. Я разные видел фильмы, но для меня вот она, она лучшая. Она для всех стала таким своеобразным, как бы милым домовым, которого хочется видеть у себя дома. Слушаю, сэр. Офицерский шарм. Практически она ещё немного и, по-моему, щёлкнула каблучками. Мне даже показалось, что она щёлкнула. Заклонилась. Худсовет нашей программы обсудил пять фрагментов с участием королевы эпизода Рины Зелёной. Роль домработницы Ариши из комедии «Подкидыш». Гримерша из музыкальной комедии «Весна». Писательница из детского фильма «Телеграмма». Редактора молодёжного журнала из комедии «Двенадцать стульев». И миссис Хадсон из сериала «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона». Сейчас каждый из членов худсовета назовёт, какую из этих ролей он считает абсолютным шедевром. Фрагмент, получивший наибольшее количество голосов, мы посмотрим целиком. Ну, конечно, весну. Весна просто незабываемая. Весна, если можно. Я выбираю миссис Хадсон. Потому что миссис Хадсон – это, конечно, тень черепахи-тортиллы, тень прекрасной бабушки из красной шапочки. Это мудрая, умная старушка. Для меня всё-таки самый яркий эпизод – это подкидыш. Это хорошенькое дело. Знаю немножко нашего зрителя. Вот. Думаю, что вот это надо смотреть. Петя, конечно же, подкидыш совершенно уникальный, потому как мы ещё тогда не знали Ирины Зелёной. То есть это её первое появление. И она сразу запомнилась. Итак, большинством голосов из пяти ролей Ирины Зелёной худсовет выбрал роль домработницы Ариши из комедии «Подкидыш». Я же не знаю, говорю вам. Вы имеете в виду, что я уже слышу, что вы говорите. Понимаете? И, пожалуйста, успокойтесь. Вы меня не учите, когда мне дежурство исполнять. Я сама всё знаю. Мы с папой нарочно приехали. Папа сам хотел поговорить с Юрой. А я вам объясняю, вы понимаете или нет, что я сама не знаю. Меня же не было. Я же только что пришла. Меня дома не было. Я была, вы знаете, у милиции была по важному делу. Представляете, сколько времени пришло. Никого нету. Главное дело, Наташку меня кормить нужно, а её нету. Разве так может делать? А потом сами будут обижаться, что ребёнок меня не кормлённый. Куда они Наташку задевали? Такая ерунда с ребёнком получается. Как будто бы я, знаете, враж. Вы же сами никогда огонь не гасите, если не хотите знать. Вы меня простите, пожалуйста. Из-за ваших утихов все пробки перегорают каждый раз. Как будто бы вы понимаете. Значит, девочки нет дома. А где Юра? Вражение. Что вы меня вообще спрашиваете? Иде, иде. Что я должна отвечать? А может быть, две жулики. Хорошее дело. У нас вот так вот, как раз в 57-й квартире старушка одна тоже зашла. Попить воды бы просила. Попила воды. Потом хватились, а пианины нет. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!